всем добрый день сегодня хочу с вами поделиться своей самой любимой закуской сырной закуской из несколько сыров которая делается очень быстро но естся через сутки то есть мы ее сделаем и доставим на сутки пропитываться а завтра уже ее до украшаем и будем кушать что я для этого беру у меня вот здесь вот раз два три четыре вида сыра это сыры какие вот они мазилки как я их называю то есть это мягкие сыры все соленые вот сколько здесь граммов 200 не помню до 200 граммов такой вот соленой мазилки с оливками зелеными здесь у меня по граммов 100 с овощами то есть перцем и зеленым и красным перцем и половина с 100 граммов с укропом и чесноком то есть это вот готовые мазилки покупаю в магазине уже и плюс 100 граммов я возьму из них 70 грамм для этого рецепта возьму фета овечье фета потом значит все это мы будем сейчас соединять в нашу пасту мы вовнутрь будет добавлять зеленый лук вот здесь две таких хороших горсти только берем зеленые перья и для прослойки потом слоеное это блюдо я использую значит это помидоры фарш из сушеных помидоров с оливковым маслом в принципе это можно и самому сделать то есть это высушиваются помидоры с солью потом перекручиваются добавляется оливковое масло это одна прослойка у меня будет и здесь же фарш из черных маслин тоже с оливковым маслом и до украшения уже завтра мы будем украшать то есть через сутки мне понадобятся штучки 45 маслин крупных черных кедровые орешки не будем их поджаривать сырые и оливковое масло но сейчас переходим сначала пасти делаем начинаем мы с феты фета вот она здесь сухая из всех остальных мазилов и она нужна именно чтобы немножко под собрать как нашу эту сырную массу затем вот я беру граммов 150 сыр с овощами теперь сыр с оливками и здесь они у меня все вместе в одну баночку попросила положить сыр с оливками и мазилка с укроп и чеснок здесь вот выделяется вода от сыра я ее не переворачиваю поэтому беру ложкой все то есть здесь можно в принципе взять любые вот такие вот мазилки но они просто должны сочетаться допустим вот положить сюда плавленый сырок невкусно будет если положить сюда допустим как брынзу невкусно будет она дает большую сухость то есть самый вот лучший вариант это конечно фету положить так теперь когда плюс-минус перемешали весь лук зеленый кладем сюда и хорошо перемешиваем с зеленым лук все наша масса готова отставляем ее в сторону сейчас мы я вот взяла здесь можно любую можно круглую чашку взять можно взять вот я беру квадратную и что мы делаем берем чистый пакетик целлофановый тонкий или можно пищевую пленку теперь мне нужно положить хорошо всю эту массу вот так в пакет и будем укладывать слоями и теперь примерно вот я смотрю мне нужно будет у меня получится три слоя сыра я примерно для себя делю вот первый слой и вот так пополам вот три слоя и примерно так раскладывать и кладем первый слой у нас кладется это сыр он же будет верхним слоем то есть вот раскладываю до краев все положили вот положили первый слой и теперь верхний слой обычно я кладу оливки не знаю почему но мне кажется так вкуснее вкус чем наоборот самый нижний слой я закладываю помидоры и их получается помидор больше потому что слой получается по объему просто шире больше здесь и тогда сочетание когда он потом берем это намазываем на хлеб то получается вкуснее вот положили теперь слой с оливками теперь опять сыр второй слой сыра вот так вот а теперь кладем помидоры вот помидоры я выкладываю всю баночку то есть вот 190 граммов и теперь последний слой раскладываем сырный все разложили последний слой а теперь мы берем целлофаном и вот так вот закрываем все и ставим что-нибудь на такое не сильно тяжелое вот я что-нибудь другое сейчас найду на вот эту сырную массу то есть должен быть пресс но он должен быть очень мягкий такой пресс то есть не сильный и ставим на сутки через сутки мы достанем это и уже украсим так как это должно быть так ну вот на следующий день значит у нас простояла паста сутки почти так а теперь нам нужно вот аккуратно и и переложить на тарелку на блюдо на котором будет подаваться возьму такую тогда тарелочку нужно сейчас быстро перевернуть это дело то есть вот делаем по центру переворачиваем выравниваем теперь убираем то во что теперь берем оливки вот я их порезала кубиками такими и вот по чуть-чуть их не надо их много класть по чуть-чуть с каждой стороны присыпем зеленый лучок обязательно присыпаем тоже везде зеленый лук здесь дает очень хороший такой вкус в этом сочетании но только перья зеленые здесь я не использую так все зеленый лучок тоже посыпали и теперь кедровые орешки кедровые орешки тоже здесь очень вкусно идут их не надо поджаривать именно сырые такие чуть-чуть вот обсыпаем вот так со всех сторон все вот так обсыпали и в конце теперь вот оливковым маслом так вот по кругу пусть она немножко стекает поэтому нужно выбирать тарелочку чтобы немножко немножко все немножко маски и вот тарелочку говорю нужно выбирать такую чтобы немножко были борта свободны потому что масло немножко будет стекать и также спадают лук спадает кедровые орехи и оливки то есть вот такая вот закуска получилось очень вкусная закуска с хлебом лучше брать какой-то серый пористый хлеб можно с добавками с луком жареным с оливками хлеб допустим с семечками тоже очень хорошо идет но только не с грецким орехом грецким орехом совершенно грецкий орех выбивает вкус кедрового ореха и сыр становится другого совершенно вкуса то есть кроме грецкого ореха с любыми другими наполнителями также это блюдо очень хорошо идет на завтрак очень вкусно с кофе с чаем на завтрак очень вкусный бутерброд приятного аппетита присоединяйтесь к моему каналу делитесь рецептами и ставьте лайки если вам понравился рецепт приятного аппетита